Почему подростки стремятся в деструктивные группировки? С рождения ребенка воспитывают в понятии «хорошо» – «плохо», заниматься спортом – «хорошо», а ломать игрушки – «плохо», дружить – «хорошо», а драться – «плохо». Но на деле мир устроен гораздо сложнее, и с возрастом категории «хорошо» – «плохо» не работают. Любое суждение или поступок многогранны, и самый важный критерий оценки – подходит ли это лично мне. Взрослый человек должен обладать четкими жизненными ориентирами, чтобы не пускать в свою жизнь то, что может ему навредить. Любой российский школьник знает о Второй мировой войне. Грань «хорошо», «плохо» здесь проведена очень четко – фашисты, отрицательные персонажи. Но в сознании подростка есть также грань конца противостояния – 45-й год, 9 мая, все рады победе. Создается впечатление, что на этом все закончилось, фашисты проиграли и исчезли. Школьники редко интересуются политикой других стран и континентов, а ведь агрессивно настроенные организации никуда не делись. В книге «Анни про воспадение» рассказывается о мальчике, который вот так незаметно для себя вступил в банду неонацистов. Почему радикальные идеи так просто вошли в голову ребенка? Как человек может быть обвинен в жестокости, которой он не совершал? Попробуем разобрать все факторы, которые повлияли на события в книге. Первое. Возраст героев. Главный герой – подросток. В возрасте от 10 до 17 лет единицы имеют четкие планы на жизнь и ориентиры. Кто-то любит спорт или хочет стать врачом, как родители. Кто-то мечтает стать звездой, как кумир. И только один из тысячи детей знает, чего хочет именно он сам. Герой книги максимально обезличен. Про возраст сказано лишь примерно, где он живет – в Европе. Социальный статус – средний класс. Он самый обычный мальчик, без особых планов на будущее. Люди, которые заманивают мальчика своими идеями, ненамного, но взрослее него. Точные цифры не указаны, но Лукас неоднократно говорит о том, что ему льстит общение со старшими товарищами. Трудно судить о разнице в возрасте. Она может быть как 5, так и 15 лет, но явно ненамного больше. Иначе мальчик не поверил бы, что может быть интересен таким взрослым мужчинам. Второе. Отношения в семье. В книге нет упоминаний об отце, из чего можно сделать вывод, что воспитание мальчика полностью лежит на матери. Их отношения неплохие, но и недоверительные. Мать скрывает от сына правду о его семье, подговаривает других людей не объяснять ему происходящее. В какой-то момент мать признается, что и сама не все понимает. После этого Лукас окончательно закрывается от матери и перестает делиться какими-либо переживаниями. Она не знает, что с ним происходит, и не очень-то старается разобраться. Третье. Понятие о дружбе. Мальчик вынужден проводить каникулы за городом вдвоем с матерью. Друзья, которые обещают приехать или хотя бы почаще звонить, оказываются занятыми своими делами. Лукас фактически остается один, и идеи о настоящей дружбе, о его значимости в компании Бенуа и Олекса приходится как нельзя кстати. Четвертое. Недосказанность. Все правонарушения, в которых участвуют герои, изначально не выглядят как запланированный акт вандализма. Обычные действия, в которых нет злого умысла, складываются в жестокий итог. Когда Лукас понимает, что дело зашло слишком далеко, он уже ничего не может сделать и покорно остается досмотреть, чем все кончится. Пятое. Доверие. Бенуа как старший и главный в банде не давит на мальчика, не навязывает свои идеи. Он делает вид, что советуется с Лукасом, что ему важно его мнение. И их диалоги похожи на рассуждения, но на самом деле это монолог пропаганда. Бенуа часто обращается к Лукасу с вопросами, в которых уже заложены правильные ответы. Шестое. Запугивание. Несколько раз мальчик собирается прекратить общение с друзьями. Но Бенуа и Олекс жестко пресекают такие попытки, напоминая, что пути назад нет и последствия могут быть неприятными. Седьмое. Передергивание фактов. Рассуждения Бенуа очень стройные и логичные. Безработица, малообразованные приезжие, насилие над женщинами, бездействие властей – все это существует. После нескольких правдивых фактов о существующих проблемах очень легко вставить ложный факт решения этих проблем. Ты же не хочешь, чтобы это коснулось твоих близких. После такого аргумента мальчик уже не задумывается о методах. Он уверен, что поступает справедливо. Восьмое. Пробелы в образовании. На уроках истории редко поднимается вопрос национализма. Нетерпимость по национальному признаку подается как факт из прошлого – в одной стране ненавидели этих, в другой – тех. Лукас вряд ли так хорошо слушал учителя, чтобы провести параллели между Второй мировой войной и желанием Бенуа отомстить мигрантам. Несколько раз в течение произведения его подруга пытается объяснить, что яркий пример этой параллели – его дед. Но мальчик даже не желает слушать. Более того, утверждает, что совсем не похож на деда и его история ему неинтересна. Безусловно, совпадение этих факторов не подразумевает однозначное попадание в плохую компанию. Некоторые подростки не интересуются политикой и историей, зато с удовольствием находятся в спортзале. Другие не имеют особых планов на будущее, но у них много друзей с похожими интересами. Кино или музыка – еще часть подростков не имеют близких друзей, дни напролет проводят около компьютера и находят там занятия. Отношения с родителями далеко не у всех близкие и доверительные, но не все уходят из дома, хлопнув дверью. Родителям важно внимательно относиться ко всему, что происходит в жизни подростка, и стараться быть ему старшим товарищем. Хорошо, когда в семье есть общее дело, в том числе интерес к происходящему в мире. Книга Анни Провозд неслучайно названа «Падение». Такое падение личности до межнациональной ненависти недопустимо в 21 веке. Насилие – однозначно неправильный выход из любой ситуации. Цель оправдывает средство, это цитата, приписываемая Макиавелли, не должна быть оправданием жестокости. От воспитания сейчас во многом зависит будущее наших стран и народов, поэтому важно уделять внимание этой теме и в школе, и дома.